Всем привет, с вами я, там, добро пожаловать на продолжение нашего прохождения из-за пиратов в Хармсов АРН4 и поехали. Ну и также перед началом ролика хочу порекомендовать вам подписаться на наш канал, не забыть оценить ролик, ну и оставляем свои комментарии. Всем приятного просмотра. Ну и пока готовим цель войны, тогда мы... Кто у нас тут не сильно сильный? Ну в принципе все не сильно сильные, поэтому мы готовим цель войны. И напряга подскакивает, и есть шанс, что могут загарантить кого-то. Хотя вот не знаю, будет ли против нас кто-то гарантить, потому что... Ну может так быть, что и не будут гарантить. Так, а надо проживать, наверное, рабочие условия, потому что иначе, ну очень все плохо. Пожалуй, со стабы у нас. Ну и запуск готовим. Сразу запускаем, сразу объявляем. Вроде никто теперь влететь не должен. Ну главное, чтобы в альянс куда-то не вступил, но... В принципе сейчас такая напряга, что в альянс он не вступит в любом случае. Дальше сразу, ну Никарагуа будем, наверное, влетать. Конечно, от поддержки нашего флота нету поддержки, по сути. Так, все, высадились мы, ну и дальше их пробиваем. Не дивизии слабые, населения все-таки немного. Там вообще однокасочные или двухкасочные должны быть, по сути. О, Мексике гражданка, понимаю. Он альянс создает, ты серьезно? Ладно, в принципе, получилось у нас все сделать. Ну и захватываем, у нас еще и фокус дошел заодно. Так, и мы тогда возьмем... Давайте цивилки возьмем. Готовим пока цель войны на Никарагуа. Да, вот из-за этих гор просто столько потеряно снаряжение всякого. Даже промо особо-то нету, вот что самое печальное, на самом деле. Но на более серьезных нам влетать тоже слишком рискованно. Так, хоть как-то ну что-то. Цель войны поехали! В принципе, они тут от города должны капнуть. Тут население 700 тысяч всего. Еще меньше даже, чем в Гондурасе. Капитулировали, мы еще пехотки получаем заодно. Так, пока пеху изучаем, да? Ну, у нас запасы начали появляться хоть какие-то. Давайте тогда обычный шаблон сделаем хотя бы. Так, а можем ли пакт о ненападении? Это просто вдруг влетит. Ладно, давайте пока на Сальвадор тогда клепаем. Чтоб он не мешался здесь у нас. Еще вот этого можно захватить. Но это всегда можно успеть, потому что здесь не оправдание. Это спокойно, изично и все подобное. Так, а то вот Сальвадори сразу объявляем. Поехали, уничтожаем. Вот Сальвадор всегда столько дивизий делает, что-то вообще непонятно. А, тут тоже горы. Моя любимая. Все, в принципе, пробиваем. Щиток делает свое дело заодно. Вздыхают дивки. Все, плюс 2000. 3000 пехотки, ну это шикарно же. Надо ее самому тоже производить все-таки. Дальше. Конечно же на тебя, товарищ. Мы наклепаем цель войны. Кстати, ага, вот и гаранты, вот и гаранты. Все, походу не влетим мы больше ни в кого. По крайней мере, надо дождаться, пока ВБ полностью не перейдет в свой. Из демократии в ООН, так скажем. Ну, пока есть шанс переделать дивизии, доделать дивизии, сделать новых. Собственно, этим мы и займемся пока. Хорошо. Так, давайте пока пакт о ненападении с Гитлером сделаем. На всякий случай, чтобы он в альянсе не звал всяких друзей из этого ряда. А пока я даже не знаю, что нам планировать. Сейчас надо копить палитку, будем атаковать вражеский флот, получать себе плюхи. Периодически в войнах, конечно же, больше никак иначе. По крайней мере, хоть как-то мы пиратов переделали получше. Ой, Рейх на Чехословакию влетел. Ну, досвидули. С Францией, пославай, нас сразу же. ВБЖ отдыхает в этом плане пока. Француз что вообще исследует-то сейчас? Ага, значит, сюда куда-то пойдет. Монархия, значится, да? Республиканская, кстати, выигрывает. Ну, хотя она, по сути, коммунистическая, походу, будет. А-а-а, у нас пехотка в минус ушла. Все, сорты снимаем, в принципе, там пополнится. Сейчас, наверное, на пехотку упор делать начинать. Фабрики мы, кстати, более-менее начали отстраивать, но все равно, слоты не бесконечные, так скажем. А военных пока тоже не видно. Кстати, подчинение уже неплохое стало достаточно. Кстати, надо было в коммунизм идти, там есть освобожденные рабочие, и разницы бы было не супер... Ну, вообще бы ее не было, по сути. Точно, это я забыл учесть. Просто освобожденные рабочие нам бы тут очень могли пригодиться, на самом деле. Ну, ладно, есть как есть. В принципе, мы можем устроить гражданку в Юсе, вылететь, помочь, сделать все красиво, ну и как бы захапать себе часть территорий. А у нас Хром в США покупает. Поздравляю, поздравляю. Ну, это достижение. Сейчас пока дождемся, пока подчинение вырастет, все это 100 лет порезет. О, Италия, присоединился к рейху. А, давайте пока агентство создадим. А че нет? Спровоцируем гражданскую войну в США. По сути, сейчас только от этого отталкиваться, потому что эти пока что-то как-то пока не это... Не хотят ничего делать такого, чтобы прокрещать гарантии всех подрядов. Чехословако уже пробивают вовсю. Агентство у нас хоть и готово, но качать его пока точно не буду. Во-первых, мы пока фабрики встроим. Усиленно, по-настоящему. Сейчас потихоньку у нас начнет промо отсюда появляться, но еще тоже времени пройдет пока. А тем временем у нас 23 дивизии все-таки мы смогли сделать. А вот дальше? А вот дальше я не знаю. Ну, новая пехоточка, сразу же ее встроительство. На и новые закупы надо проводить, иначе никак. Мы можем хунту пригласить в альянс. Хе, давайте. Мы даже больше можем. Мы можем ей помочь. Хорошая вещь. Если мы ей поможем, у нас хоть будет союзник. Какой-никакой. Поэтому давайте пока подготовим высадку. Попробуем спасти ситуацию. Как бы лишним не будет нам союзник. А, Франция в союзники вступила. Ой-ой-ой-ой. Запускаем сразу высадку. Она уже готова. Мы призываемся в войну против Мексики. Главное, чтобы она никуда не вступила случайно. Мы сразу атакуем вражеские конвои. Флот, точнее. Ну и посмотрим, что она нам даст. Патрульный корабль увидел вражеский флот на горизонте. И чтобы взять под контроль этот морской регион, надо больше, чем... Иметь флот больше, чем этот. Трудно, но мы должны столкнуться с ними. И о прибытии боевого флота союзников, высших из нашего порта, вы должны подумать. Вы, Адмиралы, даете приказ в прямом бою, сильнейшими кораблями. Вот такая фланга по самым легким. После битвы оба флота повреждены. И вы решаете, чтобы сделать последнее очень важное движение. А именно, взойти на корабль своего флота, чтобы... В общем... Ну мы, пираты, должны показать, что значит быть под веселым Роджером на абордаж. Ваши воины сражались храбро. И вы привели мужество. Может быть, и глупость. Но в любом случае, будем думать, что... В общем, у нас все получилось. Все хорошо. Получили пехотку, допку, конвой, опыт. Но потеряли немножко вон там. Хорошо. Здесь все очень хорошо в этом плане. Так, сразу захват... Нет, тут у нас... А тут у нас каюк вот этой дивизии, да? Надо удалить эти планы. Нафиг. Просто идем и захватываем. Сейчас поможем мексиканцам. А потом они и помогут нам. Плата будет высокой. Там просто все союзники вступают. Главное, чтобы этот не вступил в союзники. Это вообще засада будет. Так-то мексиканец еле живой, на самом деле. Все, нигде везет и немало. По ходу дела. Так, пока вот это отрежем все дело. Надо спасать. Надо спасать братанов. Тут мы не пробьем. Хотя с двух сторон будет полегче, конечно. У них воздух еще есть. Целых чуть-чуть. Опа! Гражданская война в США. Давайте почитаем, что вы тут и с чем это едят. Пираты показали людям США, как быть по-настоящему свободными и нуждающимся и не плачущими налоги. Слушай других или будь милостив к людям, которые... Которым хочешь, чтобы их народ воскрес. Окей. Просто окей. Пока в войну мы не вступаемся, наверное. Все равно мы особо ничем не поможем. Давайте получим стали. Глянем, сколько там дивизий. Вообще, конечно, немного. Нам сейчас надо с Мексикой войну закончить, как минимум. Ой, ешки. А я не мог ее пригласить, что ли? В итоге сейчас ось будет здесь. А США в союзники вступили. О-о-о! Мексиканцев спасли на последнем дыхании. Блин, а что они здесь стоят? Прошел, зашел, вышел. Ох уж эти мексиканские горы, конечно. Они, кстати, как раз сюда заходят. Ну и пускай. Расширяет фронт. Там все такое. Нам только легче будет. А тут мы, походу, выбьем все-таки. Там уже арги мало у них. Так, здесь тогда окружаем, забиваем. Все, столица выбита. Ура. Кстати, выбиваем порт. И все шикарно. Тут в котле куча дивизий будет. Ну, не супер большое количество, но все-таки есть. Еще у нас больше дивизий есть. Но я что-то как-то их не посылаю все никак. У них капитуляции до хрена еще. Тут закотлили, там и это все проблемы какие. Хунта еле живет просто. Капитулировала наша Мексика, кстати. Спешу заявить. Как спасать то, что не спасается? Большой вопрос. Так, ладно, тогда надо выручаться как-то с этой ситуацией. Так, сталь мы получили. Давайте нефть. Так, расходимся сразу на оппозиции хоть за них хоть какие-то. Походу, простимся мы с этой дивизией. Скоро. Тут мы все, в принципе, держать будем. Главное, чтобы мексиканец еще раз не капитулировал случайно. Бывает и такое. Лучше бы мы напали на мексиканцев в итоге. Тактика пролезть будет у нас. Заходим, уничтожаем. Так, давай, пар ты у меня берешь. А, капитулировал, да? Все-таки не выдержала юс такая. Ну, наверное, без нашей помощи, но никак особо. Вот это мне не надо. Всякие атаки свои. Да, вот это последняя провка, которую надо занять и все. Стабильности, конечно, мало крайне. Не занимайте, пожалуйста, эту провинцию. А, хитки. Заняли, блин. Могли бы по-дружески пройтись просто и все. О! Начат дивизии восстанавливать хотя бы мексиканец. Есть, все-таки пробились мы. Ну все, как бы вы в котле, товарищи. Должны уже начать истощаться, как бы, но по ходу снабжения до городов. Он достаточно. Так, пехотника выкачу, хорошо. Ну и спецовыйска тоже вот эту штуку возьмем. Пехотка пошла в минус. Это вообще плохо. Заводов-то у нас больше не становится. Нефть. Теперь мы нефтяной магнат. Давайте регулярную армию создавать. Пиратская регулярная армия, что может быть лучше. Все, они пошли истощаться вроде бы. Надо горняков изучать. Тебе им все равно хватает снабжения, удивительно. Зажать их хотя бы в одном городе. Они отступать решили, что ли? Надо их отсекать пытаться. Ну, пехотке мы потеряли, мое почтение прям. Как в многом. Ну, должен капнуть уже после этого. Господи, как же, блин, это все так долго было. А у Юста, кстати, дивизий немного. Но у нас-то тоже их не супер. Что большое количество. А в башниках-то повыделял Марине так из-за этого. Ой, блин. Вот это самое, пожалуй, неприятное, кстати. То, что он Марине так именно повыделял. Самое главное, пехотки мы с этой войны вообще не получим. Нисколько. Блин, у них столица слишком уже уехала. Ура! Из-за бастовки именно в последний день. Вы серьезно, что ли? Да, конечно, вы умеете удивить. Так, обещание мира сразу же. Тупо попробуем на Гватемалу накинуть цель войны. Не знаю, получится или нет. Наверняка гарант сейчас прилетит. Нет? Что-то они не хотят, походу, гарантии. Я только зам. Сейчас с них пехотки выбьем еще заодно. Тогда. Стоял его, что ли, у них на фронте теперь. Все, на Гватемалу цель войны готова. Сразу объявляем войну, пошли. Все, капитулировал, сразу забираем. Готово. Восстановили пехотку. 5000 даже поверх. Собственно, давайте еще наклепаем дивизии. Вот как раз на 5 штук, где хватает. Есть такая страна, как Панама. И я бы ее тоже прихапал. Так, надо столицу именно высаживаться, потому что... Панайский инцидент. Там еще и я поща влететь может. А мы все равно можем, кстати, объединить войну. Так, на Панаму цель войны готова. Сразу объявляем войну. Фух. Вернули нам стабильность. Но надо ее повышать. Еще раз повышать. Ее очень немаловато. Так, тут мы высаживаемся. В принципе, Панама будет нашей. Три верфи. Почему все боты из этих берут только верфи? Вопрос. В принципе, отсюда мы можем на Колумбию вторгнуться, но... Да, оно у вас. Но она капнет сейчас. Так, так, так. Я не хватила капитуля... Хватила. Фух. Просто нам повезло. Нам очень сильно сейчас повезло. То, что против нас не ступят сейчас союзники в войну. Прямо по-настоящему повезло. В принципе, мы могли бы напасть на Венесуэлу. Ее точно не загорантят и ничего с ней не сделают. Но Венесуэла тоже, будь здоров, наклепала дивизий. Все фашисты, кроме Колумбии. Хотя вот Колумбия как раз-таки была бы выгодней. Давайте попробуем с Венесуэлой, конечно. Но я сомневаюсь. Слоты-то начинают заканчиваться, конечно. Хотя тут мы военки начнем, наверное, строить уже потом. В принципе, подчинение здесь уже 40%. Вполне неплохо выросло. Тут главное будет высадиться в столицу и сюда. Горы. Да, нашу морпеховую дивизию тогда сожрали, блин. Новые люди согласились присоединиться в Европу жалуются. Что нам дало это? Так, давайте тогда к ячейке выйдем. А, это дивизии. А, какого шаблона? Нормально. Давайте так сделаем. Так, это эффективнее будет. Ой, там ультиматум Польши еще вылетел. Эээ. А как? До сих пор Чеха не сломал. А тут выбивают итальянца. Эх. Союзнички, чего творить? Пакт о ненападении. Давай, давай. Согласен. Мы в теории могли бы сейчас Мексику захватить, кстати. Вполне. Так как у нас пакт о ненападении с фашистами, да? Мы бы могли это сделать. Ладно, давайте кикнем. И сразу начинаем объявлять войну. Готова цель войны. Но мы объявить-то пока не можем. Ждем 13 декабря. Все. Война готова. Сразу поехали. Надо, чтобы он в войс не вступил. Сразу пройдемся по городам. Ну, как бы все закапаем, уничтожим. И все. Так, получаем слот. Конечно же. Слот. Они тут дивизии начали наводить, что ли? Ладно, просто обойдем их. Что делать? Слушайте, как наплодил дивизии. Когда я с ним воевал, он не плодил вообще их. Охренеть. Ты кто такой по жизни? Ресурсы начали заканчивать. Скажешь, орейха, закупим. Кого же еще? У нас пакт о ненападении все-таки. Все, ему столицу окружили просто. Как бы до свидания. До свидания. Нечего тут воевать. То развоевались тут, понимаете ли? Все, убиваем тогда столицу. Нафиг их. Снаряга. Снаряга не очень себя хорошо чувствует, конечно. Там замерный договор какой-то интересный. Все, ВБ коммунисты. Союзниках. А вот и капитуляция всю Мексика наша. Как бы по законным правам. По законным. Никак иначе. На этом ролик подошел к концу. Надеюсь, вам понравился. Не забываем ставить лайки, подписываться. Всем удачи. Всем пока.